Стратегический союз между Азербайджаном и Турцией опирается на дружественные и братские отношения. В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенном между Баку и Анкарой, особую значимость представляют совместные учения двух братских стран. Очередные азербайджано-турецкие военные учения проходят в ряде районов Азербайджана. Они охватывают город Баку и территорию Астаринского, Джебраильского и Мишлинского районов. Маневры осуществляются с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военно-авиации Азербайджана и Турции. Только за 2022 год Баку и Анкара провели более 10 военных учений на территории обеих республик. Цель заключается в повышении уровня профессионализма личного состава и координации взаимодействия армий. Одним словом, азербайджанские и турецкие военнослужащие готовы вместе реагировать на любые угрозы, направленные против безопасности двух стран. Согласно сценарию, подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил, сил специального назначения, инженерных войск, ракетно-артиллерийских войск Азербайджана совместно с военнослужащими вооруженных сил Турции выполнили различные учебно-боевые задачи. С учетом способов ведения современного боя, выполняются задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск, военных операций, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки для проделывания проходов, а также высадки десанта в глубину условного противника. В маневрах участвует личный состав различных родов войск обеих стран. Наряду с этим задействована и техника специального назначения, а также средства военно-авиации, в том числе многоцелевые истребители F-16 военно-воздушных сил Турции. Военнослужащие двух стран выполнили плановые задачи на очередном этапе учения. В ходе совместных учений «Братский кулак» с участием азербайджанских и турецких военных выполнены различные задачи, также в ночное время и в условиях ограниченной видимости. На данном этапе учений при непосредственном контакте с условным противником были выполнены задачи по уничтожению его техники и живой силы. Основное внимание в ходе маневров удеряется обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствовании управления и обмену опытом. Продолжение следует...